Привет всем дорогие друзья, в эфире 21век.by, меня зовут Саш Сериков, экспертиза подъехала и сегодня у нас интересный любопытнейший выпуск. Мы расскажем вам, как правильно подойти к выбору монитора. Итак, самое первое, что действительно бросается в глаза и что на самом деле важно, это диагональ и соотношение сторон. Совсем небольшие мониторы с диагональю менее 20 дюймов, это совсем вариант простой для работы в офисе, для документов, для серфа в интернете, для непрофессионального использования. Нам такие не подходят. Самые ходовые и популярные модели это 21-24 дюйма, как например вот этот малыш. На них можно комфортно и поработать, и кинчик посмотреть, и даже поиграть хорошо, если вы геймер. Мы одобряем. Ну а все, что больше 24 дюймов, это конечно для любителей. Для любителей чего? Да всего. Качественные фильмы, современные игры, в общем наслаждайтесь, ребята. Но если вы работаете с чертежами, с созданием картин, с фотошопом, любая профессиональная деятельность, то мы рекомендуем вам вот этот монитор от компании Samsung на 31,5 дюйма. Пожалуйста. Хорош, да? Самое популярное нынче соотношение сторон это 16 к 9. Ну оно удобно, разумеется, для видео, для просмотра, для всего такого классненького, но вот еще любопытный факт. Сейчас набирает обороты еще один новый интересный формат 21 на 9. Разумеется, картинка будет более сплюснутая, но более широкая. Это безусловно удобно для монтажа видео, для написания музыки теоретически. Играя в игры, вы можете получить более глубокое погружение. Ну а что касается разрешения, разумеется, ребятки, отдавайте предпочтение мониторам с более высоким разрешением. Только будьте внимательны, чтобы ваша видеокарта обязательно справилась с этой нагрузкой. И кроме того, для 4К не так много контента. Но это пока. Следующее, на что нам необходимо обратить внимание, это, разумеется, тип матрицы. Самый дешевый, поэтому самый популярный сейчас является тип матрицы под названием TN Plus Film. Из минусов. Небольшой угол обзора, слабая контрастность, вяльненькая цветопередача, но очень быстрое время отклика. Поэтому мы можем с вами свободно насаждаться какими-нибудь классными динамическими сценами. Например, в компьютерных играх. Вот этот монитор позиционируется как игровой. Стоит при этом чуть более 300 рублей. Тут как раз матрица TN Plus Film, а время отклика 2 миллисекунды. Следующий тип матрицы, о котором мы можем поговорить, это VA. Здесь уже довольно неплохой угол обзора. Посмотрите, отсюда все видно. Довольно хорошая контрастность, но все-таки этот парень тоже совсем не идеален. На самом деле, довольно достойный вариант для просмотра фильмов. Но для игр, ребят, это не самое популярное решение. Ну и царица матриц, ее величество IPS. Не самый дешевый вариант, но он идеальный для игр, для работы, для всего остального. Классные цвета, все супер. Только вот одно но. Конкретно в этой модели нас немножко не сильно порадовало вот угол обзора. Ну, ну как-то вот, как-то так. Конкретно это монитор LG. Его цена около 900 рублей. У него IPS матрица, естественно. И одна миллисекунда отклика. Ну а далее мы приготовили для вас небольшой тест. Например, посмотрите, как картинка одна и та же выглядит, например, вот на этом мониторе. Вот на этом мониторе. На этом. И, конечно, на этом. Ссылки на каждый монитор находятся в описании к этому ролику. Приятного просмотра и приятных покупок! Еще пара советов. Если вы хотите добиться прям плавности картинки, обратите внимание на частоту обновления. Стандартом является, разумеется, 60 Гц, но для гейминга я бы порекомендовал варианты с большим показателем. Но если вам не для игр, а, например, для монтажа, то нет смысла переплачивать за высокую частоту обновления. Например, кстати, на сайте можно найти мониторы до 600 рублей, в которых будет и 120, и даже 144 Гц, но это будет, разумеется, не IPS. У нас сегодня были мониторы с частотой обновления 60 и 75 Гц. По мне так нормально. Кстати, в некоторых моделях дисплеев есть переключение режимов частоты обновления. Как вы поняли, это у нас такое геймерское решение. Например, 60 Гц мы играем в онлайн-игрушку, 120 Гц смотрим красивейший просто фильм. Вот так и живем. Следующий параметр, на который стоит обратить внимание, это контрастность. Разумеется, углубляться в детали мы не будем, запомните просто одну цифру. Тысяча. Если тысяча или больше, это круто. Если меньше, мммм... Так, что же еще такого может быть в мониторе, за что не жаль денежек доплатить? Наверное, это будет регулировка монитора по высоте. Так, например, она снимет у вас нагрузочку шеи, и до остеохондроза будет не 5 лет, а 10. Ну и еще одна полезная функция, о которой стоит поговорить, она, кстати, была во всех мониторах, которые мы вам показывали, называется она Flicker Free. Это значит выключение мерцания монитора. Если вдруг вы чувствительны к какому-то мерцанию, ну, вам не по себе становится, то просто покупайте монитор, где есть та функция, оп, включайте ее и радуйтесь жизни. Перестанет болеть голова, возможно. Перестанет кружиться, ну, или просто будет болеть меньше, и кружиться будет тоже меньше. Что я всем этим хотел сказать? Если мы хотим потратить не очень много денежек, то нам необходимо будет выбрать какой-то баланс между размером монитора, матрицей, какими-то свойствами, ну, либо просто заплатить сразу много денег и забрать лучший монитор с собой. Выбор делать, как всегда, вам. Я свой выбор сделал, с вами был Саша Сериков, 21-й век.бай, ставьте лайки, комментарии и до новых встреч в эфире, пока!